В Агропромбанк поступают сообщения о случаях мошенничества с банковскими картами. Злоумышленники по телефону пытаются заполучить реквизиты карт, чтобы снять чужие деньги. В АПБ рассказали, что делать в таких случаях. С подробностями Александр Бабак. Мошенники постоянно придумывают новые способы обмануть доверчивых граждан. В Приднестровье они уже разыгрывали тысячу леев якобы от имени одного из банков. Под угрозой блокировки карты выманивали номера и пароли. Получив эту информацию, мошенники тут же переводят все средства на электронные кошельки Киви или Яндекса. А оттуда деньги моментально разлетаются по всему миру. Отследить их судьбу и движение практически невозможно. Как отмечают в Агропромбанке, преступники хорошие психологи и очень настойчивы. Забавный случай произошел на днях, когда клиенту позвонили и начали говорить о том, что ваша карта может быть заблокирована, сообщите нам, мы все перепроверяем. И когда клиент заподозрил о том, что что-то здесь не так, и он начал говорить, пожалуй, я перезвоню вам. Ему предложили, слушайте, вы нам очень сильно помогаете, мы вам еще и вознаграждение дадим, только сообщите нам номер карты. Смысл остается все тот же. Это выманить любыми путями у доверчивого клиента реквизиты, необходимы для того, чтобы с картой получить деньги. Чтобы не пострадать от рук мошенников, нужно знать элементарные правила. Сотрудники банка звонят только в рабочее время и только с местных номеров. Они никогда не будут спрашивать пароль, номер карты целиком или срок ее действия. Не будут уточнять, пришло ли смс с подтверждением. Любые отступления от этих правил – это повод насторожиться и прекратить разговор. Подчеркивают в Агропромбанке. Если есть сомнения, слушайте, прекращайте разговор, когда у вас задают вопрос о том, что сообщите мне номер карты, вас ждут какие-то розыгрыши, призы. Всегда можно остановить разговор, сказать, что необходимо перепроверить, перезвонить на 1661, информация о проводимых банком акций всегда есть на официальном сайте. Если у человека возникли сомнения, действительно ли на проводе сотрудника Агропромбанка, надо попросить его представиться. После, по номеру 1661, можно проверить, связывался ли с вами банк. Если нет, значит, это были мошенники. Александр Бабак, ТСВ.